Так, вот начнем наш семинар, то есть тема нашего семинара «Бухгалтерский учет бюджетных учреждений», то есть создан он для начинающих галтеров. То есть я, это старший преподаватель Жукова Татьяна Борисовна, то есть который ведет данный семинар. То есть немножко о себе, так как вы многие, кто-то меня знает, кто-то не знает. То есть несколько слов скажу. То есть у меня высшее экономическое образование в области бухгалтерского учета, то есть более 20 лет, в должности главного бухгалтера 8 лет. То есть и как раз в течение этих 8 лет, то есть я была в должности главного бухгалтера бюджетного учреждения, то есть 3 года. Опыт преподавательская, то есть деятельность у меня 12 лет. Последние, то есть 6 лет я работаю с 2009 года в компьютерном центре специалист. Основные курсы, то есть теории и практика бухгалтерского учета, это мой основной курс. Плюс наш с вами курс казенно-бюджетное автономное учреждение. То есть так как по желанию, наверное, слушателей, может, они упорно хотели, чтобы я вела 1С, поэтому по направлению 1С у меня 1С первый уровень, второй уровень и 1С бюджет. Ну вот основные, то есть курсы, которые, то есть я просто веду в компьютерном центре. То есть самый семинар, бухгалтерский учет бюджетных учреждений, он был создан для того, чтобы я вам с вами вас познакомила с курсом, который называется «Кайдонные бюджетные учреждения и автономные организации». То есть он содержит бухгалтерские, немножко налогового, то есть налогообложения. Семинар у нас с вами длится 2 часа. Сам курс, он достаточно очень насыщенный, поэтому сам курс, он состоит из 20 часов. То есть есть самостоятельно очень громадный поток самостоятельной работы, потому что здесь достаточно много работы приходится делать, то есть именно как самостоятельную. Это 52 часа. Программа курса, как вы видите сейчас на экране, она достаточно у нас с вами объемная, то есть с 1 по 17 модуль у вас есть. То есть здесь содержится, то есть из налогообложения, то есть очень вкратце, а общее понятие, и заполняют слушатели две декларации. То есть НДС именно на этом курсе и плюс, то есть налог на прибыль. В основном, то есть каждая тема, она построена на теоретическом и практических занятиях, то есть соединяется просто въедино. По ходу я буду вам эти модули показывать, что изучаете на курсе, то есть вы уже увидите конкретно название этого модуля, то есть и достаточно большой поток практических заданий. Цель курса – отдать первоначальные знания по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях. Именно распространен он для начинающих бухгалтеров. Группы бывают разные, то есть поэтому в группе есть продолжающие и начинающие, поэтому практикующие бухгалтера, то есть получают также обновлять свои знания, получают свои навыки, то есть именно в заполнении счетов бухгалтерского учета. Поэтому необходимо, то есть пройти его абсолютно можно всем. По окончанию курса вы у меня будете уметь понимать структуру бюджетной системы, правила и принципы бюджетного учета, уметь отражать на счетах бюджетного учета хозяйственные операции, рассчитывать зарплату, потому что маленький фрагмент вы здесь изучаете, и то есть знать последние изменения, которые произошли в законодательстве. Затем наша целевая, то есть аудитория в основном, как я уже сказала, рассчитана для начинающих бухгалтеров в основном, и практикующих бухгалтеров, чтобы они обновили свои просто знания. Но для этого курса обязательное требование, очень обязательно просто в этом плане, то есть это бухгалтерский учет, теория и практика, рыночная экономика, которая содержит 16 занятий, потому что на курсе казенный бюджетный автономный бухгалтерский учет я не даю, то есть потому что основные навыки даются именно в общем курсе. Куда бы я посоветовала вам пойти в дальнейшем, потому что одного курса все равно мало. Если основные элементы налогообложения в данном курсе недостаточно, значит курс налогообложения, ведение налогового учета. Плюс после казенных бюджетных автономных, потому что здесь вы заполняете в ручном варианте, я бы посоветовала очень посмотреть, как это происходит в 1С-бухгалтерии государственного учреждения платформа 8.2, то есть у нас проходит ввиду я же, то есть именно Жукова Татьяна Борисовна, поэтому после теории всегда стоит курс 1С. То есть так как на сайте отсутствует курс 1С зарплаты и кадры, но если у вас будет желание, то есть этот курс тоже появится, потому что я бы посоветовала третий курс еще зарплаты и кадры бюджетного учреждения, все остальное по бюджетным всем учреждениям, что казенные, бюджетные, автономные, то есть можно использовать только практически семинары. И вот один из них, который постоянно у нас идет в нашем центре, то есть специалисты – это организация закупок, так как вы делаете закупки, у вас есть тендеры, то есть в которые вам приходится выиграть акционы, поэтому этот семинар, он длится 4-8 часов, я, соответственно, тоже вам советую. Большие курсы по направлению бюджетного учета у нас с вами отсутствуют. Но уникальность курса я все равно скажу про него, так как, то есть специалисты веду только я, во-первых, в Москве, то есть таких курсов аналогов просто нет, поэтому приходится в основном слушатели идти в наш компьютерный центр «Специалист». Можно его также прослушать по вебинару, то есть подключиться как вебинар, допустим, если вы находитесь далеко от города Москвы, то есть поэтому, да, также курс, то есть весь раздаточный материал высылается, и вы также, то есть участвуете, то есть в ходе лекционных практических заданий. То есть затем, то есть рассматриваются практические примеры, в котором практикующие, то есть бухгалтера набирают, то есть темп именно в заполнении правильности отражения счетов. Ну а то есть начинающие бухгалтера, как бы я назвала, они, то есть просто набивают руку именно знакомства с планом счетов, потому что план счетов у нас с вами, соответственно, очень и очень отличается от рыночной экономики. Ну а в основном то, что вот я хотела сказать, то есть вам презентация. Сам план счетов, он выдается, то есть на занятия, то есть в электронном виде я все равно показываю, то есть потому что здесь есть в электронном виде варианты, то есть и план счетов, он существует. То есть также для бюджетных учреждений, то есть 174 инструкция, также для казенных это 162 инструкция и для автономных 183. Поэтому в электронном виде, то есть вы можете просто это использовать. То есть сама тема, то есть с точки зрения литературы, ну литературы я могу сказать, то есть ее почти нет, то есть ее вообще нету. То есть судя, как курсы идут, они были по направлению, но сейчас смотрю, литература снова исчезла с полокнижных магазинов, поэтому, наверное, плюс сейчас только наш с вами курс, который, то есть я пытаюсь, чтобы вы им заинтересовались. Но в основном литература, конечно, уже устарела. Вот Попова, то есть она 11-го года, это черный такой в корочке черного цвета, то есть учебник, но в ней очень уникальная и заполненная просто бюджетная отчетность. Есть нормативы по ГСР. Кондраков, то есть желательно, чтобы это был 14-15 год, не старее, чтобы вы могли использовать. Также можно использовать Закарин, это корреспонденция счетов по всем операциям, которые существуют, поэтому есть 3 тысячи уже бухгалтерских записей, есть 6 тысяч. И Касьянова с точки зрения отчетности. Но в большей степени я, конечно, советую. Есть такой журнал, называемый Бино для бюджетной сферы. У них есть разные рассылки. Вы можете просто себе на предприятии, учреждения их заказать, то есть именно сделать подписку, и вся информация по бюджетной сфере к вам будет, то есть, поставлять. То есть по каждому учреждению это отдельные брошюрки, то есть которые приходят ежемесячно, там и аудиторы пишут свои какие-то статьи. То есть есть письма, рекомендации, также примеры заполнения операций, но по каждому учреждению отдельно. Бюджетная отдельно, казенная отдельно и автономная организация. Вот с точки зрения литературы это самый уникальный вариант, поэтому издательство Бино вы можете его просто использовать для себя. Ну, я начну с новой темы, то есть с самой первой темы, с чего начинается, то есть именно изучение. Ну, информации много, поэтому придется, то есть иногда нам с вами потерпеть, чтобы я нашла определенную тему. Начинается, то есть наша с вами тема. Здравствуйте. Кто у меня, кто подошел? Очень приятно. Так, тема начинается у нас с вами. Первое, это сущность бюджета, это просто я пока, то есть раздаю это слушателям для знакомства, если они, допустим, не знают и никогда не связаны были с бюджетом. Здесь есть понятие, то есть принципов, то есть я буду проходить очень быстро, потому что информации очень много, что закреплено за Российской Федерацией, и то есть понятие, то есть в ней бюджетных фондов. Затем следующая, то есть ваша тема, то есть которая, то есть у нас с вами по программе курса, это все будет в модуль номер один идти сейчас у нас с вами, организация бюджетного учета. Следующая, то есть ваша тема, она, то есть она называется у нас с вами... Так, сейчас секундочку, ее очень много, поэтому придется кирпич. Так, спускаемся вниз. Так, все. Так, все. Так. Следующая, то есть бюджетная классификация. Здесь вот лучше всего в этой теме, конечно, познакомиться, с чего складывается код бюджетной классификации. Он состоит из 20 разрядов, то есть каждая группа именно связана с налогами, поэтому вот эта вторая тема, она связана именно уже с бюджетной классификацией, и вы потихонечку с ней будете знакомиться. Но самое лучшее, то есть здесь, конечно, обратить внимание вот на таблицу кодировка экономической классификации. Почему? Потому что в основном, то есть можно обратить внимание, что вот здесь 410 код уменьшения стоимости основных средств, а 420 это касается нематериальных активов, непроизводственных именно активов. Затем, то есть делится код бюджетной классификации в той сфере, в которой вы работаете, и это указано в ваших документах. И самое главное в теме 2, то есть начать просто знакомство с таблицей вот 8, в которой используется код экономической классификации. Допустим, для примера. 213 это начисление заработной платы. Если вы как бы работали в рыночной экономике, то значит это ваши страховые взносы. Сама заработная плата, это код экономической классификации 211, заработная плата. Затем используются вот коммунальные услуги 223. Затем идут ниже, если какие-то объекты не подходят, то есть ваши расходы, тогда прочие расходы. И идет увеличение стоимости уже, вот видите, если там было уменьшение 410, то здесь увеличение 310. Ну, вот такое первое знакомство, начиная с темы номер 2, то есть у вас идет. Затем самое главное, конечно, это нормативные документы, потому что в основном нормативные документы, они, то есть основные, то, что вы должны использовать. То есть начинать надо, конечно, с рыночной экономики, поэтому тема номер 3, она так и называется, система нормативных документов. Самый главный закон это 402 ФСЗ о бухгалтерском учете, с него нужно начинать. Затем, то есть если вы не знаете, как вести учет, значит я возвращаю вас в теорию бухучета, и это ваше ПБО, то есть которое нужно, необходимо с них начать именно знакомство. И самое главное для любого учреждения, это четвертый уровень, где вы обязательно создаете приказ об учетной политике организации, вы должны его утвердить вашим, то есть просто вашим именно руководителем. Это вот основное, то, что вы изучали просто в теории бухучета. Сами нормативные документы, которые идут по именно бюджетной сфере, это следующая, то есть наша с вами тема, то есть сейчас мы ее откроем, то есть вы увидите, если даже просто хотите познакомиться, ну вот даже здесь можно посмотреть. Ну, в основном это вот наша с вами схемка, ваш идейный план счетов, это 157 инструкция, но так как в этом году, в конце 2014 года вышла следующая инструкция, которая корректирует 157, поэтому закон 89Н обязательно. Плюс, то есть, так как вы делитесь на три категории, вы должны четко как бы прослеживать, что если вы казенная, ваша инструкция 162Н, если вы бюджетное учреждение, значит ваша инструкция должна быть 174Н. И если вы автономная организация, значит инструкция 183Н. По этим же плану счетов, то есть инструкции, вы ими руководствуетесь, но казенным учреждением вы составляете мне смету и еще основной документ для вас бюджетный кодекс. То, что касается, то есть бюджетных учреждений, в этом случае автономных вы составляете план хозяйственной деятельности, то есть и на вас еще распространяется еще два закона, о некоммерческих организациях и для автономных организаций, то есть 174ФЗ об автономных учреждениях. Это основные ваши просто документы нормативные. И вот следующая, то есть ваша, соответственно, главная тема, вот особенно к начинающим я обращаюсь, это тема 4, то что проходится именно у нас с вами, то есть на занятиях. И мы с вами ее откроем. Вот с этой темы, то есть нужно начать просто знакомство. Ну, вот теперь я буду вас немножечко так знакомить. Наш с вами счет состоит из 26 разрядов. Первые 17, они нулевые. 18 разряд, это касается вида деятельности. Вид деятельности в теме указано чуть ниже, вот допустим, для примера, для казенных вид деятельности будет единичка, основная. Для бюджетных и автономных, то есть это четверка, субсидия обозначает. Если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, а вы у меня занимаетесь предпринимательской деятельностью, поэтому вид деятельности будете указывать двойку. Это вот основное. Затем в ходе курса, я бы, конечно, всегда хотела, чтобы вы запоминали код синтетического счета, потому что все остальное придет с опытом просто в практике. Он состоит из трех разрядов. Ниже, то есть в этой же теме, то есть есть такие элементы, допустим, основные средства у нас в бюджетном учете, это 101, и основные пройдут. Материальные запасы 105, также есть вложения, как и в рыночной экономике, но он общий для всех, это 106 счет. В основном все финансовые активы, это 200 счета, и налоги, это будет у вас счет 303. Вот основное, что нужно познакомиться, наверное, первое, это вот именно с разрядами 19-21. Затем идет код аналитического счета, или его еще иногда называют субсчета. Он состоит из двух разрядов. Здесь, как бы, сам счет, он у вас будет делиться на особо ценное, это будет вот 22-й разряд, двойка, и иное, которое разряд будет тройка. А затем идет группировка 23-го разряда именно по группам. То есть последняя ваша колонка 24-й и 26-й, ее называют по-разному. Или код классификации сектора государственного управления, то есть сокращенное название КОСКО, или код экономической классификации. В основном ориентируйтесь первоначально именно на синтетический учет. Потом у вас должен быть перечень особо ценного имущества, я для примера покажу. То есть какие, то есть есть варианты. И затем будете определять, где у вас увеличивается, где уменьшается. А вообще, то есть будет 26 разрядов. Но, опять же, есть но. Первые 17 разрядов, это только в теории нулевые. Когда вы занимаетесь программой 1С, то есть у вас есть, называется он код плана счетов. И он указывается в ваших документах, в которых вы работаете, когда с казначейством. И поэтому вот в программе он должен у вас заноситься. А в плане счетов, да, в теории он будет нулевой. Ну вот в основном это вот такое начало, наверное, темы номер 4, то есть именно с чего нужно начать. Затем по программе курса просто выдается, я выдаю. То есть федеральный закон номер 402 ФЗ. Федеральный закон номер 402 ФЗ. На занятиях мы его не рассматриваем. Ну, я обращаю внимание, во-первых, на статью 5, где написано, что объектами учета являются факты хозяйственной жизни. Поэтому приказу об учетной политике лучше всего сделать таблицу и указать там ваше содержание операций, корреспонденцию счетов. То есть потому что аудиторы, то есть вам дают такое направление, сделать это как приложение. Затем вот очень такой уникальный, то есть статья 7, на которую очень обращают внимание бухгалтера бюджетной сферы. Потому что ответственность несет у вас руководитель, а написано, то есть это только в статье 7. Поэтому на это надо обратить внимание особенно, то есть именно хотя бы на занятиях. Здесь есть даже критерии, то есть именно какие предъявляются с 2014 года главному бухгалтеру. Она должна иметь высшее образование и стаж работы из последних пяти, хотя бы три в бухгалтерии. Тогда вы имеете право, то есть вступить в должность главного бухгалтера. Ну, даже если взять меня, хоть и меня предлагают очень часто, то есть эти элементы, но так как у меня последние 12 лет педагогика, я уже под этот критерий закона и то уже не подхожу. Поэтому здесь старайтесь, чтобы у вас критерии эти были соблюдались. Ну, в основном вот на статью 7 стоит обратить внимание. Поэтому дальше идут просто основные, то есть по организации бюджетного учета основные просто документы. Сейчас я буду их открывать, то есть, ну, я не буду сильно останавливаться на этом, чтобы у нас хотя бы список с вами сократился. Так, ну, во-первых, вот часто задают вопросы по поводу документации. То есть, ну, поэтому файлы, то есть из теории бухгалтера я выдаю. Здесь есть характеристика документов, этапы бухгалтерской обработки. А самое главное, на что обращают внимание, это сроки хранения. Потому что срок хранения, то есть считается квартальных всех отчетов 5 лет. То есть срок годовой отчетности – это 10 лет. И лицевые счета, которые хранятся, то есть 75 лет. Потому что вопросы были, поэтому я, то есть обычно на это тоже останавливаюсь для того, чтобы вы просто посмотрели. То есть очень много вопросов по ходу, то есть идут, то есть курса именно касается инвентаризации. Поэтому файл особенно большой, то есть касается инвентаризации, на курсе тоже есть. Здесь вот когда проводится инвентаризация, виды инвентаризации, количество инвентаризации вы устанавливаете самостоятельно. То есть, ну, самое главное, вы должны ее проводить перед составлением годовой отчетности не ранее 1 октября. Поэтому про это не забывайте. Сроки проведения инвентаризации по основным средствам раз 3 года, библиотечным раз 5 лет. Денежные средства, так как у вас тоже есть кассовые операции, на первое число каждого месяца. Ну, в основном, то есть проводит, то есть именно руководитель, то есть от вашего учреждения он считается председателем. Ну, среди членов комиссии, то есть наша с вами бухгалтерия. То есть самое главное, что вы помнили, то есть инвентаризационная опись составляется в трех экземплярах. Заполняется от руки, особенно фактическое наличие. И в бухгалтерии у нас с вами составляется слечительная ведомость. И вот как только вы составили слечительную ведомость, у вас ровно 10 дней, что вы отразили это в учете. Поэтому как информацию в дополнение, то есть на курсе, то есть у меня это получают, то есть мои слушатели. Затем основные, то есть наши с вами документы. Самое главное, документы, это, конечно, то есть наше с вами постановление 1500, то есть пятый, с чего началось разделение. Поэтому это постановление считается самым основным, то есть в котором дается критерий просто, то есть именно учреждение. Здесь есть и характеристика казенного учреждения, здесь как раз и сказано, что вы составляете бюджетную смету. Характеристики бюджетных учреждений, в котором тоже сказано, что мы составляем с вами план хозяйственной деятельности. И по автономным учреждениям идет характеристика самого учреждения, и тоже сказано, что вы у меня делаете план хозяйственной деятельности. Ну вот в основном, то есть вот основной закон для знакомства вы должны всегда про это видеть и знать. Затем у нас с вами следующий, то есть именно элемент, который вы должны обязательно использовать в своей практике. То есть это перечень особо ценного имущества. Поэтому главное, здесь вот у вас сказано в законе, то есть это бюджетное учреждение был закон. Здесь написано, что определение перечня особо ценного, за которое затруднено, то есть именно ваша деятельность, то есть должно быть прописано в особо ценном имуществе. Ну я бы так назвала бы, наверное, что затруднено наше все имущество, поэтому учредитель ваш должен обязательно определить перечень особо ценного имущества и вам предоставить. Как пример, просто для, то есть именно организации, то есть есть перечень просто особо ценного имущества, просто для информации, это мне предоставили просто мои слушатели, слушателя я уже передаю просто другим, именно слушателям, что особо ценное составляет 50 тысяч и более. То есть поэтому в этом плане, то есть а так вы берете, то есть вот вышестоящая организация, то есть особо ценное имущество, оно поименно идет, там указана стоимость, поэтому сейчас намного это уже проще становится. Затем для примера у вас есть план хозяйственной деятельности, ну саму кодировку, то есть я не буду уже открывать, а вам покажу просто пример плана хозяйственной деятельности, который, то есть у нас с вами присутствует. Ну это как для образец, вот план хозяйственной деятельности примерно должен выглядеть у вас вот таким образом, то есть у вас постатейно должно быть отражены поступления, затем расходы, сумму видите указаны все, а вы после этого составляете, пример вам дает вышестоящая организация, распорядители, поэтому пример, то есть у нас с вами есть, должен быть. Поэтому в этом плане это, то есть старайтесь просто использовать. Ну плана счетов, то есть я вам уже открывала, то есть вы уже видели, то есть поэтому в этом плане я уже пойду вверх, то сейчас попроще будет. То есть самый главный еще один закон, это 83 ФСН, то есть в котором то есть сказано, что вы без согласия собственника имеете право пользоваться движимым имуществом, которое, то есть оно только за счет приносящей деятельности. Затем другой, то есть ваш закон, который это передача полномочий. Если вы особенно используете публичные обязательства, то сразу, то здесь появляется у вас перечень. Это касается первого модуля, то что называется организация, то есть бюджетного учета. Затем вы переходите к модулю номер 2, то есть я вам напоминаю, что относится именно к учету основных средств. Здесь дана характеристика, что это первоначальная, остаточная, восстановительная, что все входит в стоимость вашей первоначальной стоимости, но так как вы получаете субсидии или финансирование, вы используете, то есть НДС включаете в его стоимость вам внутри. Единицей является инвентарный объект, и вот наши с вами счета, то есть появляются. Самое главное на первом занятии, то есть запомнить, что основные средства – это ваш счет 101. Особо ценные, вот видите, то, что я вам сказала уже, это ваша двойка. А затем идут, то есть нумерация, видите, по группам. Жилые помещения, сооружения, машинное оборудование. Иной у вас поменялся, то есть аналитический учет, и поменялась двойки на тройки. Может только так получиться, что вы будете использовать лизинг, и тогда появится у вас четверка. Теперь в точке зрения КОСКУ, то есть последних ваших трех цифр. Если вы получаете основные средства, значит это 310, то есть увеличение стоимости. Если вы списываете, значит 410. Но у нас с вами в бюджетном учете по основным средствам есть одно «но». То есть если в рыночной экономике у вас 40 тысяч и более основные средства, то у нас с вами в бюджетном учете до 3 тысяч, от 3 до 40 тысяч рублей, и от 40 и выше. То есть, но здесь именно отражение на учете тоже отражается по-разному. Для примера привето. Если ваши ценности до 3 тысяч, вы списываете их 100% как основное средство и одновременно отражаете на счете 21 за балансом. Если у вас стоимость основного средства от 3 тысяч до 40 тысяч рублей, вы начисляете 100% амортизацию сразу. И плюс, то есть если ваша стоимость от 40 и более, то значит, как у нас в рыночной экономике, ежемесячно мы начисляем амортизацию до тех пор, пока вы его не спешите. Так как все задания не связаны с налогом на добавленную стоимость, поэтому следующая тема – это, конечно, будет НДС. То есть здесь особое внимание обратите на 145-ю статью. Так как у вас выручка небольшая, вы можете от него просто освободиться от НДС. В этом случае вы мне не позднее 20-го числа предоставляете документы. Выписку из бухгалтерского баланса, выписку из книги продаж. То есть, ну, если вы предприниматель, тогда книгу доходов. Особо обратите внимание на статью 149-ю. Здесь есть элементы, которые вы освобождены как бюджетное учреждение. Сюда относится медицина, сюда относится образование, поэтому эти элементы у вас здесь присутствуют в 149-й статье. Налоговый период у вас поквартально. И последнее, обращайте всегда внимание, что налоговую декларацию вы у меня сдаете не последнее, не позднее 25-го числа, хоть вы у меня. И попадаете в статью 149-ю, пустую декларацию вы у меня сдаете. То есть по НДС обязательно. Не забывайте, то есть за это у вас будут штрафные санкции, а штрафные санкции, если вы казенные, у вас только финансирование, приносящее доход, деятельность у вас просто отсутствует. Затем следующая теоретическая тема – это амортизируемое имущество, и это тоже налоговый кодекс, то есть глава 25-я. Здесь можно обратить внимание на статью 257-ю, где дается понятие, что такое первоначальная стоимость основных средств и нематериальных активов. В 258-й статье, что у вас 10 амортизационных групп, где их можно взять в практике, это ваш справочник АКУФ, то есть это в электронном виде, то есть слушателям дается в раздаточном материале. В статье 259 – это у вас два метода, линейный и нелинейный. И определяется, то есть в основном в бюджетной сфере используется линейный метод, нелинейный не используется. Но если применяется приносящий доход, тогда можно сделать просто выбор. И после того, как вы просмотрели данные темы, вы начинаете работать с вашими практическими работами. В основном, то есть сейчас мы откроем, закрылся нечаянно. То есть я буду вам показывать заполненный, то, что делают у меня мои слушатели просто. Вот он. Практическая работа, то есть вот именно казенное учреждение, вот видите сам принцип, вот единичка появляется первое, потому что это казенное учреждение, они покупают мебель. Так как это мебель, основные средства, значит это счет вложения, значит 106. Можно просто раздельно начать изучать этот счет. Затем, так как это иное, потому что видите, то есть у нас 36 тысяч, но я должна это посмотреть обязательно в перечне, то есть относится он или нет. То есть мебель относится к основным средствам, поэтому будет аналитический учет 31. И затем увеличение стоимости 310. Затем у вас появляется, допустим, доставка по кредиту, то есть ваша кредиторская задолженность. И указана доставка, так как доставка это транспортные услуги, значит 22. И затем вы ставите на учет уже, то есть как только счет 106 у вас закроется, то есть он у вас поставится именно, то есть на счет 101. И так, то есть поэтапно, то есть решают, то есть слушатели, они делают покупку за счет автономных организаций, видите, здесь четверка изменилась. Но автономных учет намного проще, почему, потому что КосКо он не имеет, видите, последние 3 цифры, в отличие от даже бюджетной сферы, то есть они имеют как, а то есть автономные нет, они 3 0. Поэтому учет в автономных организациях, он проще. Отдельная тема по амортизации. Затем безвозмездное получение основных средств. Переоценка, как бы по мини темам она состоит и по выбытию. То есть по этому же файлу они мне делают вместе со мной, то есть тест, и мы с вами закрепляем просто основные средства. Затем переходите, то есть к практической работе 1-2. Здесь одно, то есть задание оно, то есть раздваивается. Почему? Потому что в первом случае за счет субсидий. Планы счетов они почти одинаковые, поэтому я им показываю казенные и бюджетные одновременно, то есть чтобы они увидели. И второе, то есть задание, это за счет приносящих доход деятельности, потому что учет здесь разный. Становится двоечка и отражается просто НДС. Для казенных учреждений в третьем задании просто это как ввод начальных остатков идет. И вот отражение просто в учете. То есть я вам покажу, вот как по примеру, просто начисление амортизации. Видите, стоимость у нас с вами объекта компьютера больше 40, начисляется ежемесячно. И получается сумма относится в расходы. 401.20 это расходы. 401.20 это доходы, то есть в учете. Затем, если стоимость стола, то есть между 3040, видите, она списывается 100%. И до 3000 вы списали полностью как основное средство и отразили одновременно на 21 счете. То есть здесь, то есть как бы в бюджетной сфере меняется только циферка 4, то есть а сам учет, то есть он тот же самый. И отдельно пятое задание по основным средствам для автономных дается в заполненном виде, потому что то есть сам принцип задачи, он один и тот же. Затем вы переходите к следующему модулю 3, он называется учет нематериальных активов. Повторяется то, что вы знали из теории бухучета, но счет у вас изменился. Если основные средства 101, то нематериальные активы это счет 102. Изменится также и последний, то есть код экономической классификации. И при поступлении нематериальных активов это будет код 320. Убыть, выбытье 420. И, то есть, соответственно, они сюда попадают. Здесь же есть табличка, которую можно использовать. Не амортизация, это счет 104. Затем вложение 106. И слушатели, то есть вместе с преподавателем, то есть заполняют, то есть именно задачки в том случае, если они будут использовать именно нематериальные активы, как видите, счет 106 и кредиторская задолженность. И вот две задачки они прорешивают вместе со мной. Отдельно, то есть я для своих групп, так как у нас с вами и утилизация, в каждой компьютерной технике есть драгметаллы, вы должны его утилизировать. И поэтому аудиторы когда-то создали свой документ именно по утилизации, который раздается слушателям, в основном обращайте внимание на постановление 731, что вы отражаете это в краткой индивидуальной характеристике инвентарной карточки обязательно, но утилизация проходит двумя путями. Или вы утилизируете самостоятельно, или с помощью афилажной организации. Второй способ, он намного лучше, так как афилажная организация, она вам предоставит акт, в котором будет фактическое наличие драгметаллов, поэтому лучше использовать второй метод. Здесь же есть отражение просто в учете. Отдельная тема, то есть по безвозмездному, то есть по использованию, это ваш забалансовый счет 26-й. Дешевые объекты, то, что я вам уже говорила, здесь два пути тоже. То есть первый путь. Вы можете относить напрямую на счет 401-20, два расхода, и можно его использовать, есть еще один счет, как накладные расходы себестоемые, 109-й. Вы тоже можете его применять, то есть, но если вы все-таки используете 401-й счет, тогда, то есть в учетной политике надо это прописать. Поэтому, потому что в основном вас заставляют использовать счет 109-й. Ну и отдельный документ, как самостоятельную работу, можно поизучать даро и пожертвования, так как это у вас присутствует, поэтому должно быть заявление отражено в учете. Вы определяете, то есть дату принятия, рыночную стоимость, поэтому для информации материалов то есть есть. Следующий ваш модуль, четвертый, это учет материальных запасов. В основном это закон 402 ФЗ, ваш бюджетный кодекс. То, что вы знаете, понятие материальные ценности. Оценка материальных запасов происходит по фактической себестоимости в бюджетном учете. Стоимость НДС включается в стоимость вашей покупки. И здесь же, то есть сразу вы переходите к другому счету. 105-й. Это материальные запасы, то есть считается 105 счет. Отрасливые нормы, то есть по спецодежде вам тоже предоставляется, то есть у всех есть свое постановление, смотря в какой сферы вы относитесь. И затем вы переходите в задание, то есть практическую работу, их три, то есть именно практических работ по материальных ценностям, где вы уже очень смело можете набить просто руку. Во-первых, вот здесь предоплата 206-й счет появился. Ваш лицевой счет 210-11, это лицевые счета в казначействе. Вы перечисляете, заполняете, то есть именно в этом плане. Но здесь появляется у вас вычет НДС. Затем получаете спецодежду, задачка идет. Затем идут по поводу, то есть именно строительных организаций, строительных материалов. Видите, то есть у материальных запасов тоже есть 106-й счет. Часто задают вопросы по поводу того, что когда использовать материальных запасов, то 6-й счет. Если у вас есть собраны фактические затраты, ну, допустим, как вот здесь в примере, что у вас есть транспортная организация, то точно 106-й счет. Если у вас фактические расходы отсутствуют, значит, точно только будет 105-й счет. Сразу напрямую на 105-й. В этом просто отличие. Вот как здесь мы покупаем с вами лампочки, вы видите, сразу напрямую 105-й. А по кредиту кредиторская задолженность. И третий файл, то есть именно третья задача по материальным запасам. Здесь вы покупаете бумагу для себя, бухгалтерию. То есть поэтому 106-й счет используется, потому что у нас используется транспортная организация. Затем отдельный документ по поводу питьевой воды. То есть в основном это приносящий доход деятельности. И спецодежда. Опять же, безвозмездное получение. Вот в основном, то есть по материальным запасам, какие задания они у меня выполнены. Затем идет бюджетный учет торговой наценки. Но торговую наценку, то есть пока, то есть за 4 года преподавания этого курса специалисты. Товары мы пока не продаем, но есть уже предпосылки, что будем продавать. Поэтому в этом случае, если вы будете продавать, ваш счет 105-38. Торговая наценка 105-39. Все операции, которые получают, то есть именно в корреспонденции, они здесь указаны. То есть в основном вы его можете просто использовать. Затем после этой темы, то есть вы переходите, то есть в модуль, то есть следующий уже, он называется готовая продукция. Готовая продукция присутствует. Здесь она тоже у вас делится на особо ценное иное. 105-27 и 105-37. Что по этой теме, то есть на курсе, то есть изучается. Ну, во-первых, я раздаю постановление 1137, где указана краткая характеристика. Затем предоставляются коды, то есть старые, которые были у нас с вами 13 кодов по основной деятельности. И плюс то, что изменилось у нас в 15-м году в дополнение новые коды. То есть именно письмо федеральных налоговых служб. Ну, в основном это вот 21-й, то, что касается восстановления НДС. И 22-го кода. То есть, ну, коды предоставляются в полном объеме. А затем, то есть заполняется просто практическая работа. Первое задание связано с хищением недостачи. И здесь появляется, ну, видите, 109-й уже еще. Относится на доходы. Затем стихийного объекта здесь появляется чрезвычайная ситуация. И, то есть слушатели заполняют, то есть именно задачу, именно связано с авансовыми платежами. Начисление НДС. Собирается, то есть все расходы по начислению зарплаты. Вот она вот заполнена, видите, сейчас у вас на экране. Начисляете НДС реализации и перечисляете НДС. На фоне этой задачи составляется просто декларация, то есть налоговая. Так, ну, сейчас мы, если ее найдем, то откроем. Так, ну, пример, то есть чисто условный, поэтому здесь у меня сокращенное название. То есть они заполняют. Затем в разделе 3 они заполняют на основе этой задачи, то есть обороты, также, видите, налоговые вычеты. Платежи у нас с вами есть. Я им показываю, то есть раздел номер 8 на примере, то есть одно счет фактуры, как она заполняется, номер документа. Затем, то есть заполнила сумма налоговых вычетов, и то есть именно раздела 9. Поэтому вот этот элемент, то есть слушатели, они, то есть очень так заинтересованно к этому относятся. И декларацию по НДС, она, то есть все равно заполняется из группы в группу, поэтому из курса она не убирается. Затем, следующая ваша тема, она, то есть начинается, то есть имущество казны. То есть это для казенных только учреждений, и здесь используется счет 106-108. В основном казну используют очень-очень редко, поэтому получается, что это для самостоятельного изучения, то есть только для информации. Следующий ваш модуль, он называется учет денежных средств, это модуль номер 7. То есть здесь они знакомятся со счетом 201-11, это лицевые счета. 201-34, это касса. И если вы используете денежные документы, 201-35, ну на тот случай, если вы образование, это свидетельство, дипломы. То есть может быть путевки, может быть почтовые всевозможные марки, или когда вы покупаете билеты. И идет характеристика каждого счета, который разбирается просто на занятиях. То есть финансовые вложения пока в бюджете не используются, но сам счет, он присутствует. 204-й ценные бумаги, поэтому можно его просто использовать. Валютные операции тоже используются. Затем, то есть после этого они занимаются практическим заданием, то есть заполняют, что вы приобрели в кассу. Ну здесь недостачат, поэтому 209-й, видите, они погасили. И сдали обязательно лицевой счет. Если это недостаточно, лицевой счет обязательно сдается, но остается в распоряжении вашего предприятия. Затем второе задание, то есть идут вариант, что вы приобретаете у организации денежный документ. Поэтому здесь вы заплатили авансы, получили пластиковую карту, то есть от вашего поставщика. И ваш водитель, то есть заправляется бензином просто на заправочных станциях. То есть и затем вы проводите взаимозачет. Ну вот такое мини, но в ходе всех занятий присутствуют просто денежные средства, поэтому их не исключаются. Затем следующий ваш модуль, его называется «Приносящий доход деятельности». И в основном я здесь им обращаю внимание, то есть на пожертвования дарения. Особенно, что это ваша дебиторская задолженность, счет 205-й. И особо, то есть ваш перечень, что это ваши прямые и косвенные расходы, и написано это в налоговом кодексе статьи 318. Потому что налог на прибыль вы у меня сдаете, и поэтому в этом плане прямые и косвенные надо научиться просто использовать. Здесь же можно для себя в этом файле поиметь именно счет 106, вложение в материальные запасы, его характеристику. Что расходы это 401-20, и оно распределяется, он видите поэтапно, вот 271 это амортизация, 272, то есть материальные запасы. Особенно много вопросов поступает по поводу штрафов и пения. Ну, значит, вот этот счет ваш 290 ков-ков, сюда и относятся все ваши штрафы, пения, неустойки. В основном вот такая мини-темка. Затем они проходят, то есть именно практическое задание, которое попало из индивидуальных занятий, но тем не менее они его решают. Здесь на примере бюджетное учреждение, которое занимается приносящей доход деятельности, и у них есть автошкола. Мы первоначально с вами покупаем автомобиль, и здесь очень хорошо можно закрепить счет 101, потому что, то есть повторение идет именно кредиторская задолженность. Затем вот здесь, вот видите, делится, допустим, вот вариант техосмотра, это относится к содержанию имущества. Допустим, страховка, это прочие услуги. Затем сигнализация содержания имущества. Но здесь вот одно есть но. Вот, допустим, техосмотр, мы страховка, я там не стала вам говорить, она относится напрямую на расходы. А сигнализацию ее можно включить в первоначальную стоимость. В основном, обращайте внимание, если это ежегодно у вас не увеличиваются расходы, первоначальную стоимость не включаете, относите напрямую в расходы. Все тот же сам принцип, как вы делали именно, то есть в рыночной экономике, если изучали теорию бухучета. Отдельно потом у вас идет, вот мы организовали группу автошколы, мы с вами поступила у нас предоплата, начислили НДС. Затем, так как у нас есть инструктора, мы начислили им зарплату и страховые взносы. Раздаточный материал, вот то, что у вас используются также пакетики, тетрадки, ручки. Принцип тот же самый. И то есть отражается просто НДС в бюджете. Здесь вот из этого файла очень хорошо, то есть использовать контрольно-кассовые машины. То есть в основном это законы 54 ФЗ, если кто-то даже использует, не забывайте. Это ваш закон 54 ФЗ, постановление 470, обязательно, чтобы кто применяет контрольно-кассовую технику. То есть, ну вот такое практическое задание. Затем отдельно, так как в той же организации бюджетная у них была типография. И они тоже решают просто задачку. Они покупают здесь краски, бумагу, изготавливают тираж, то есть брошюру, то есть именно издательство. Также собираются, отпускаются материальные ценности, используют страховые взносы, то есть и списывают на себестоимость. Ну, как видите, здесь появляется 401, 10, 130. В основном 130 используются. Это то, что касается у нас с вами именно приносящий доход. По модулю номер 9 здесь очень много теоретических материалов, поэтому модуль номер 9, учет расчета с поставщиками, это теоретический материал. То есть здесь указаны счета, что это ваш счет 302. Как видите, то есть в кредиторской задолженности у каждого наименование своя аналитика. Ну, даже для примера, вот транспортные услуги, видите, аналитический счет 22. Допустим, основные средства 31. Здесь же, то есть наоборот, есть критерии заключения договоров. И здесь есть три варианта, до 100%. В основном это оказание услуг, подписка, 60% авансовых платежей, госконтракты. В остальных случаях только 30%. Лучше всего, то есть обтражать это сразу в договорах, сколько вы перечисляете авансовых платежей. Поэтому в основном на это обращайте внимание. Следующая тема, то есть по модулю, это модуль номер 10. Это у нас подотчетные лица. Ну, в основном это счет 208. Но здесь у нас расходятся с вами, то есть рыночные экономики, потому что существуют старые постановления, которые никто не отменил. И суточные до сих пор в бюджете это 100 рублей. То есть за исключением, если только вышестоящая организация поставляет вам письмо, приказ, в котором они увеличивают это до 300 рублей. Плюс старое постановление, допустим, по содержанию, то есть гостиничных услуг, именно гостиницы, тоже никто не отменил то старое постановление, а там есть норматив 550 рублей. И, естественно, приходится брать только в расходы именно эту сумму. Поэтому в этом плане идут просто, здесь небольшие используют разногласия. Во-вторых, то, что касается подотчета, вы всегда помните, что это кассовая операция, это указание 3210. Все написано там и с точки зрения бюджетного учета. Но в подотчете, в отличие от нас с вами, то есть в рыночной экономике, здесь делятся все, вон, видите, то есть по наименованию. Допустим, заработная плата, аналитический учет 11. Вот где у нас 12, вот суточная как раз относится именно сюда, 208.12. Допустим, если вы услуги связи оплачиваете, 208.21. Если вы приобрели услуги, 208.26. И основные средства 208.31. Поэтому все прописано именно в теоретическом материале, который можно потом использовать. Отдельно файл из налогового учета я слушателям предоставляю. Это касается главы 23. Особо обращаясь на статью 217, потому что в рыночной экономике, приносящей доход, они могут использовать. И там сказано, что суточные у нас не облагаются 700 рублей. Если это загранпоездки, а в бюджетных учреждениях есть загранпоездки, то это 2500. Поэтому сразу статью 217 нужно будет открыть тогда, чтобы можно было ее использовать только для приносящей захода деятельности и разработать положение о командировках. После этого они у меня занимаются практической работой номер 6. И мы с ними решаем здесь задание. Выдаем под отчет. Вот видите, 208 мы здесь покупаем запчасти автомобиля. Затем вы поставили его на учет, и остатки он вернул в кассу. Отдельная задачка по командировочным расходам. Ну вот здесь особенно наглядно. Смотрите, если вы выдаёте проездные билеты, то, что вы проезд в командировках, это будут транспортные услуги 22. Если это гостиничные услуги, это относится в прочие услуги 26. Видите, каждое наименование. Суточное, то, что я вам сказала в теории, это 208-12. А затем он отсчитывается, и каждый счет закрывается отдельно. То есть не общая сумма, как у вас было в рыночной экономике. Поэтому видите, оно поэтапно. Да, трудно иногда запомнить, то есть считая именно с точки зрения, что там один счет, а здесь их несколько. Отдельная, то есть у нас модуль 11, это касается недостачи. Ну, здесь практических заданий нет, они отсутствуют. Здесь зато есть у нас с вами по ущербу, а это ваш счет 209. То есть это здесь только теория. В основном недостачи, помните, это ваш трудовой кодекс, глава 2.39, что вы ее сразу открыли, могли, то есть для себя использовать по недостачи. Затем вот очень большой такой объемный модуль, это идет, то есть учет труда и заработной платы. Но в основном это трудовой договор, трудовой кодекс мы здесь не изучаем. То есть я просто напоминаю, что есть виды заработной платы, основная дополнительная, формы, что бухгалтерия открывает на каждого сотрудника лицевой счет обязательно. Лицевой счет открывается на год. Затем, то есть существуют унифицированные формы, в основном это по приему на работу, личную карточку обязательно. Затем вы составляете график, а потом приказ на отпускам. Табель обязательно. Т12 или Т13, которые вы используете. Табельный учет у нас ведется обязательно. Порядок составления мы рассматриваем, напоминаю я просто им, то есть расчет, то есть именно отпускных, больничного, то есть именно из расчета, чтобы они могли это всегда вспомнить, то есть именно теорию бухгалтерии, так как они у нас начинающие. Отдельно в дополнение, это в дополнение, для того, чтобы они могли мотивировать этим, я даю изменения, то есть именно по, то есть как пособиям, которые произошли. Здесь вот есть перечень, что относится за счет ФССР, что у нас больничный делится из двух составляющих, три за счет работодателя, четвертого дня, что у нас с вами за счет ФССР. Больничный у нас считается за два года, до года, то есть именно с наступления страхового случая. Затем здесь есть перечень, в пятнадцатом году у нас с вами нормативные, то есть взносы у нас изменились, у нас с вами для ПФР сейчас у нас 711 тысяч, для ФССР 670 тысяч рублей. И когда больничные, то есть у вас больничные пойдут, то есть сотрудники, именно в шестнадцатом году, вы уже в расчет будете брать вот эти суммы. Здесь же, то есть если ваш работник не проработал, то есть два года, значит вы делаете запрос, то есть пенсионный фонд, или он вам должен обязан предоставить справку о заработной плате. Ну, это просто как напоминание, просто, что это все они уже знают. Расчет пособий, отдельная табличка. Здесь есть расчет, вот что делится, видите, на 730 за два года. На оборотной стороне здесь есть по уходу за ребенком, что оно у нас в пятнадцатом году составило 14497,8 из копеек. А написано все в вашем законе 384 ФЗН. Вот это 1 декабря 2014 года. Это все там. Затем следующее, то есть именно пособия, то есть по временной трудоспособности, чтобы они вспомнили именно по НДФЛ. В основном я обращаю им внимание на НДФЛ здесь. И самое главное, доходы, не подлежащие налогообложению, статью 217. Что все государственные пособия не облагаются за исключение пособия по временной нетрудоспособности. Затем сумма единовременной материальной помощи. То есть затем доходы, которые не превышают 4000 рублей, то есть стоимость подарков, стоимость призов, материальной помощи по каждому из оснований. Но за год 4000. Затем стандартные вычеты, они у вас делятся на три вида. 3000 рублей, то есть именно на каждый месяц. А сотрудников, которые у вас отсутствуют, то есть именно инвалиды, то есть из числа военнослужащих. То есть нужно взять обязательно удостоверение. Затем, то есть ставка, то есть налоговый вычет 500 рублей, 1400 на первого и второго ребенка, 3000 на третьего и последующего ребенка. Заявление обязательно, то есть ограничение присутствует, это 280 тысяч рублей. Наши основные ставки это 13%, 35% и 30% это у нас не резиденты. И то есть напоминаем по исполнительным документам, это ваша ставка 25% и 50%. То есть есть и 3 и более ребенку. Затем идут просто отдельные документы. Это вот по срочному договору, то есть данные, то есть элементы. Затем совмещение, то есть работников. Затем я им предоставляю в электронном виде коды доходов, особенно для справки 2НДФЛ, они вам необходимы, эти коды, то есть в работе. Или смотрим, то есть в 1С, то есть или в вашей компьютерной программе. Отдельно есть приказ, который существовал еще в 13-м году, то есть это по поводу вот детей. 114 на первого ребенка, это 1415, вы используете 116, поэтому здесь очень хорошо построена инструкция по НДФЛ, которую в этом году еще вы сдаете последний раз, 2НДФЛ, за первый квартал мы уже будем с вами сдавать 6НДФЛ, поэтому пока, то есть 2НДФЛ за 2015 год вы мне будете сдавать, и как для образец, то есть вам будет, то есть есть предоставлена заполненная форма, я ее предоставляю своим слушателям, что вы видели, как заполняется справка 2НДФЛ. Ну а с нового года потом вы уже будете использовать другую справку. Она построена как декларация. Затем идет модуль номер 12, это относится все к одному модулю. Здесь есть характеристика расходов. Вот 401, 20, 211, это касается зарплаты. Затем 401, 20, 212, это вот как раз прочие выплаты. Сюда и относятся командировочные, здесь как раз можно суточные посмотреть. Выплата оплата труда это 213. Услуги связи 211. Здесь не указано, я обслужу просто скажу. Транспортные услуги 223. Коммунальный 223. Транспортный 222. И здесь же можно посмотреть, то есть что относится на 290 статью именно по заработной плате. Что можно отнести, если не относится предыдущая, значит точно в этот элемент. Отдельный файл по материальной помощи, так как вас финансируют, но материальная помощь у вас должна отражена в коллективном договоре. Желательно, чтобы там была, конечно, не максимальная сумма, а я советую минимальную. Потому что коллективный договор, все сотрудники ваших учреждений прочитывают, они это все видят. То есть и будут требовать просто сбухгалтеров эти суммы. Но она у вас делится на периодическую и единовременную. Периодическую, это в основном, вот, ежегодный отпуск, санитарное лечение, то есть именно, то есть если 3 более детей у вашей семьи, это, то есть получается периодическую, единовременную, то есть при рождении, ремонт, там, свадьба, смерть, то есть в основном в этом случае. Но обязательно прописывайте в коллективном договоре, первое, документы, заявления, здесь же есть срок выплаты материальной помощи или с момента, как он написал заявление в течение 10 календарных дней или, соответственно, в день выплаты зарплаты. И есть примерчик, как это отразить просто в коллективном договоре, то есть общее положение, то есть условия, материальная помощь и с какой целью, то есть выделяется материальная помощь вашим сотрудникам. Для повторения, конечно, в курсе дается предельные величины, то есть именно постановление 1316. Отдельно, то есть страховые взносы, чтобы они четко прослеживали, что ваша ставка 30% и больше ставки здесь вы не можете никакие-то другие использовать. Отдельно есть документ по поводу единой тарификационной сетки, поэтому можно ее использовать, кто до сих пор использует, здесь есть разряды, вы можете их просто применять, то есть в условиях. И дальше идут просто новые приказы по положению, ну, допустим, то есть вот было положение в конце, то есть с 13 года, номер 27, здесь вот очень хорошо, то есть нужно знать просто только, к какому критерию учреждения вы относитесь. Здесь есть минимум, который, с которого вы должны, можете начать, то есть разрабатывать новые системы, использовать повышенные коэффициенты, персональные, то есть дано, просто рекомендация. Именно, то есть именно повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет, чтобы вы определили этот элемент. Доплату за выходные и праздничные дни, повышенную оплату сверхурочную, поэтому все нужно, необходимо использовать. Отдельно, то есть просто по каждому, то есть виду перечни зарплат, это касается казенных больше организаций, потому что здесь указывается, видите, единичка, как отражается заработная плата. Это последнее письмо, которое уже, то есть появилось в 15-м году. Постановление, затем у каждой организации есть свое постановление, именно по созданию новых систем оплаты труда. Ну, как для образец несколько, то есть по юго-западному, то есть, допустим, восточному я предоставляю, здесь есть положение, он, видите, то есть персональные стандарты. Затем, если мы посмотрим весь файл отдельно, то есть там есть таблички просто отдельные, и поэтому можно это использовать. Затем, Ваня, умнее решать чисто, чтобы закрепить НДФЛ и страховые взносы, просто задачи. То есть, допустим, как рассчитать НДФЛ, чтобы они определили налоговые вычеты, то есть, чтобы они правильно умели рассчитывать просто НДФЛ сам. Дана такая достаточно большая задача, где они вспоминают, как рассчитывается пособие, размер пособия, НДФЛ затем и страховые взносы. Ну, и задача шестая, вот здесь в этом же файле, здесь по поводу того, что Самойлов у нас с вами налоговый резидент, принимал участие, Чернобылец он еще, видите, является, и ветераном войны в Афганистан. Ну, значит, мы должны сразу сделать вывод, что он в большей степени максимальный будет Чернобылец, да, и это 3000 рублей. И сразу расчет, сразу вырисовывается. И второе задание, которое практически они тоже решают, здесь есть три варианта. Первый – повременщики и страховые НДФЛ, сдельщики, если такие используются, и окладник. И затем мы вместе с ними делаем уже тестирование, они мне отвечают все дружно, то есть, и мы выбираем те элементы, которые здесь присутствуют, правильные. Потому что тестирование, то есть, в ходе происходит. Затем вы переходите к модулю 13, а это платежи в бюджет. Повторяем здесь налог на прибыль. Вкратце я им рассказываю, то, что касается НДС. По налогу на прибыль не забывайте, потому что впереди уже у вас декабрь, чтобы вы могли всегда помнить, что нулевую ставку надо подтвердить за месяц до налогового периода. И здесь идет характеристика еще раз к УСКО. Вы видите, зарплата, 213, 290, и как раз вот к этому КУСКО относится налог на имущество, земельный, транспортный, загрязнение окружающей святы. Все относится в этой статье. Затем после того, как мы посмотрели модуль номер 13, они заполняют у меня налоговую декларацию по налогу на прибыль. Я им даю коды, вариант, то есть условия задачи, которые мы с вами здесь немножко с ними разбираем, что куда относятся, потому что налоговый кодекс они не все изучают. И после этого, то есть они заполняют налоговую декларацию по налогу на прибыль. То есть прям по статейно, то есть берется, то есть раздел 1 заполняется, лист 0,2. То есть мы выбираем, ну начинаем мы с приложения 3, конечно, для примера. Вот приложение 1, вот так идут по порядку. Здесь же у нас в задачке есть убытки, поэтому приложение 4 они у меня заполняют, потому что убытки у нас за прошлый год присутствуют. И для примера я вам показываю, как заполняется, то есть по обособленным подразделениям. Но до декларации они у меня делают, то есть обособленные подразделения, то есть делают просто задачку. Так, сейчас мы ее откроем. Задачка, потому что она как бы трудно решается, поэтому в этом случае, то есть они со мной заполняют. Потому что есть два критерия, то есть есть средняя списочная численность, есть средняя годовая стоимость имущества, вы находите среднее арифметическое. Если у обособленных подразделений отсутствует средняя годовая стоимость, тогда берется один расчет. После этого для примера я вам показываю, как это будет выглядеть декларации, и они заполняют сам расчет. Ну, расчет очень сложный, почему? Потому что в учреждениях бюджетных очень много обособленных подразделений. По каждому обособленным нужно сделать свое приложение 5. Поэтому находится налоговая база, берется, то есть именно региональная ставка 18% и определяется сумма. Первое приложение 5 – это головная организация, а второе приложение 5 – это обособленное подразделение. Поэтому, как пример, я это в курсе предоставляю, чтобы они могли просто это использовать. Затем, то есть по имущественным налогам я им раздаю, то есть законы, потому что, ну, то есть я сделала вывод, к сожалению, мы что-то с вами не знаем, то есть об обособленном подразделении, то есть по налогу на имущество вы мне льготники. И вы попадаете в статью 4. Здесь написано, что вы у меня автономные бюджетные и казенные учреждения, имеете льготу по налогу на имущество. Поэтому написано это в статье 4, если необходимо, закон, то есть, который, ну, последняя его редакция, то есть это была вот номер 56 от 26-го, 11-го 2014-го года, это последняя его редакция. Чтобы вы знали, что вы все-таки льготы, потому что последние это его отредактировали именно в этом плане. Затем по транспортному налогу мы, конечно, не являемся с вами льготниками, но сам закон, это у нас с вами номер 15, от 16-го апреля 2014-го года последний. Здесь указаны ставки. Считаем, если доставки, то задание мы не делаем, но я могу сказать устно. Берете мощность двигателя, умножаете на ставку, умножаете на коэффициент, если вы его используете именно, то есть в собственности, не с начала года, и рассчитываете транспорт на рог. Это обязательно отчитываетесь, обязательно. По земельному налогу приказу, то есть здесь тоже вы попадаете в льготы по земельному. Это вот у вас статья, то есть 3.1, а закон, то есть мы с вами можем сейчас записать, номер 35, от 25-го июня 2014-го года. Поэтому здесь вы попадаете у меня в льготы, потому что в статье 3.1 под пункте 2 у вас сказано, что это автономные, бюджетные, казенные учреждения, как видите, есть. То есть или в любом случае, но, хоть вы попадаете в льготу, налоговую декларацию предоставляете, хоть пустые, с льготой, но предоставляете обязательно, не забывайте. Затем вы переходите в модуль номер 14, остальные модули, они в основном теоретические идут. Это внутриведомственные расчеты, потому что вышестоящие организации вам передают имущество, а это ваш счет 304-й, обязательно. За балансовые счета 0,5 и 22. Поэтому не забывайте про это, то есть и используйте. То есть этот вариант от вышестоящих организаций. Отдельно, то есть у нас с вами есть модуль номер 15, это касается санкционирования. То есть в этом случае здесь используется, он видите, первый год, текущий финансовый год, второй, первый год, следующий за текущим годом, и идет характеристика. В основном это счета 501, он видите. То есть лимиты бюджетных обязательств это 501, 502 их называют принятые обязательства, которые вы отражаете, 503 это бюджетное ассигнование, 504 сметные назначения. И идет характеристика. То есть в каких случаях, то есть какие счета у вас используют, но зависит просто от года. То есть на какой срок вам предоставили. И идет характеристика. Вот отдельная. Отдельное письмо в курсе, это касается осуществления расходов. Здесь у вас идут санкционирования. Здесь вот можно обратить внимание, то есть что вы мне получаете, то есть именно субсидии. Есть у вас целевые как бюджетные инвестиции. Затем проведение кассовых выплат. То есть что вы открываете, то есть лицевой счет в казначействе, но разрешается вам сейчас и открыть в коммерческих структурах. Поэтому главное, чтобы было разрешение от казначейства. Заполняйте заявку на кассовый расход. Обязательно. Здесь как раз про это сказано. Сводные данные сообщаете в казначейство. То есть если необходимо. Всем бюджетным учреждениям открываются два счета, лицевой и отдельный, то есть для субсидий, то есть которые идут целевыми. Затем, то есть в конце этого документа, то есть когда вы сдаете платежное поручение, казначейство очень жестко проверяет наши платежные поручения. Они, чтобы соответствовали требованиям оформления платежного документа. Отсутствует исправление, ну так как это в электронном виде, поэтому исправления не будет. Чтобы правильно отражался куску, это как раз 24-26 разряды, то есть соответствовало куску текстовому назначению и суммы, которые не превышали ваших лимитов. Ну вот в основном на это обращают казначейство, но бывает, то есть замечание, то есть даже после того, как это все принято. Это по санкционированному. Отдельное письмо, которое появилось уже из последней группы, по поводу госзаданий. То есть я вот раздаю, здесь вот есть отраженные плановые назначения, можно использовать просто в работе для себя. И можно, можете просто по санкционированию тоже это применять. Затем идут регистры бюджетного учета, то есть в основном идет характеристика заполнения на курсе не происходит, потому что здесь всего 20 часов. То есть и по всем модулям получается очень быстрый темп идет по изучению, поэтому все в большей степени на самостоятельную работу. И заполнение я здесь не даю, а просто теорию. То есть как исправляются ошибки. Идет характеристика просто журналов операции по всем, видите, по кассе, по банковским счетам, по подотчетным лицам. У вас идет здесь поставщики-подрядчики, заработная плата. То есть и вот так критерии, они просто присутствуют по регистрам. Их можно использовать. Можно, допустим, регистры посмотреть на следующем курсе, который идет вслед за теорией. Это 1С бюджет. И там они уже вплотную, то есть этим занимаются, служители. Отдельный файл по поводу того, очень много было вариантов, что, то есть как распечатывать, то есть именно документы. Ну вот как раз я им раздаю вот такие файлы. Если так внимательно посмотреть, вот, допустим, инвентарная карточка ОС-6 ежегодно. Допустим, если это оборотная ведомость, ежемесячная. Карточка учета материальных ценностей тоже ежегодно. И по каждому наименованию, вот, авансовые отчеты по мере необходимости, как они поступают. Здесь они у вас есть. Главная книга ежегодно. Журнал операции, то, что вы получаете в электронном виде, ежемесячный. Вы можете просто это использовать. Это касается просто модуля номер, то есть семнадцатого, шестнадцатого. Дальше идет вот модуль номер семнадцать, он называется новая в законодательстве по программе курса. Но в основном это построено просто из новых писем, которые поступали из журнала Биноа. Но в основном вот на классификацию можете, то есть обратить внимание. Здесь вот и есть, допустим, охранно-пожарная сигнализация. Ваш КОСКУ или 226 или 310. Затем электрические счетчики. Здесь может быть два варианта, зависит от стоимости и срока. 310 основные средства и 340. Медицинское обследование 226. Затем, то есть у нас с вами выплаты военнослужащим, детям их. По ремонту детского сада здесь тоже, может, два варианта, зависимости от срока. И прочая работа и содержание имущества. То есть затем у нас с вами по проведению вот расхода по оплате договоров, бактериологических исследований 225. Ну, констовары, я думаю, что слушатели обычно к концу курса, они очень хорошо уже это воспринимают. 340 идут. А вот перевод сотрудников, когда в 2011 году вас переводили в казенных, не обязательно казенные можно воспринимать. Вы должны просто в практике у себя проверить. Но когда вас переводили в казенные, бюджетные или автономные, должно быть согласие работника, приказ, там должно быть согласие. И путем перевода, прием на работу, соответствующий приказ должен быть. Вот это нужно проконтролировать, конечно. По поводу аттестации, это 213 КОСКУ. На темпении штрафы, то, что я вам говорила, 290. По уборке территории 225. Демонтаж также 225. Интернет-сайт, если это у вас лицензионные, значит, это не материальные активы, то есть в основном. И вот особенно в последнем, то есть акароцидная обработка, то есть в основном это 226-й. Ну, вот собрано как бы просто, чтобы для информации именно КОСКУ. Основной документ – автономные учреждения. То есть как обратить на это внимание статус. Если касается, то есть именно норм, ГСМ – это такой плачевный результат. То есть поэтому только распоряжение Минтранса. Вот, может, если надо, вот запишите себе распоряжение Минтранса, номер АМ23Р от 14 марта 2008 года. Только там можно посмотреть нормативы, как их списывать на каждый ваш вид автомобиля в зимнее-летнее время. Поэтому все аудиторы, они ссылаются именно на это распоряжение, поэтому вы можете это использовать для себя. То есть не забывайте, именно АМ-23-Р. И снова, то есть именно в налогообложении, то есть именно касается бухгалтерский учет, это касается несчастных случаев. Здесь просто можно использовать корреспонденцию для себя. Поэтому аудиторы его подготавливали, потому что в ходе программы курса везде здесь аудиторские просто основные элементы. Ну и последний, то есть ваш модуль, то есть 17-й, это касается бюджетной отчетности. Это ваша инструкция 191Н, то есть плюс 83ФЗ и плюс, то есть ваша инструкция 33Н. Только там прописано, что конкретно вы сдаете. Но в инструкции 191Н есть такие вот как бы нюансы, связанные именно с отчетностью. Там есть табличка, но она построена, она не сильно может быть понятна, потому что, видите, то есть здесь идет вот год, полугодие, квартал, месяц. А делится она, конечно, по последним колонкам. Первая колонка – это год, вот где плюсики стоят. Вторая – полугодие, потом идет квартал, а потом месяц. Но это рекомендуемое, поэтому список необходимо взять, конечно, в казначействе. Это в этом случае. И вы смотрите, то есть где, какую отчетность вы сдаете. Написано там в инструкции 191Н и 33Н, поэтому можно на нее обратить внимание. Отдельно, то есть в конце уже самого курса, на занятиях, прямо на занятиях, они мне делают просто итоговый тест. То есть вместе со мной, потому что проверка уже не осуществляется. Здесь 33 вопросика. И они очень активно, то есть в ходе курса, по окончанию курса, они очень активно здесь отвечают. Всегда правильно, абсолютно. Единственное, самый плачевный вопрос, наверное, это восьмой. Здесь спрашивается начисление амортизации, здесь они всегда ошибаются. У меня свыше, то есть я здесь у них спрашиваю. Они стабильно отвечают 40 тысяч, а ответ правильно – 3 тысячи, конечно. Но, тем не менее, они здесь же себя редактируют, и в итоге ответ всегда просто правильный. То есть, ну, я бы, конечно, вас хотела пригласить, если вы планируете в бюджетной сфере оказаться. Мой курс это будет 21 октября, это будет вечер. То есть весь раздаточный материал они там получают отдельно, именно варианты. Поэтому всегда можно для этого использовать именно вариант из расчета. То есть, ну, заполняются итоговые, то есть вот пример еще, то есть по налогу на имущество я им даю по заключению. Ну, кто был, конечно, мне очень приятно, большое спасибо. Но, то есть помните, что после курса теории казенного всегда есть еще один из государственных учреждений. Поэтому лучше всего их записываться, то есть повторно, сразу же, на два, потому что этот курс он идет очень-очень редко, только после теории. Плюс у нас на сайте есть вот всегда, чтобы получить диплом именно профессионального бухгалтера в бюджетной сфере. Но так как количество часов там должно превышать 88, вас записывают вот на теорию бухучета. Но она рыночная в экономике, но нужно ее тогда тоже пройти, чтобы получить просто это количество. Это какие-то необходимые вопросы. Очень большой, поэтому в основном это 17 модулей рассматривается. В большей степени это, конечно, очень большой объем, это самостоятельная работа. То есть плюсы в дополнение курса я им даю в электронном виде, и многие документы они получают в электронном виде. Поэтому, ну, вам спасибо, до свидания.